Приобрести опыт и подтвердить правильность профессионального выбора. Будущие педагоги попробовали себя в деле. В рамках декады молодежи в Бендерском педагогическом колледже прошел ежегодный день дублера. К этому дню готовились заранее. Дублеры ведут сегодня родной язык, математику, физкультуру, ритмику и педагогическое мастерство, теоретические основы математики и другие дисциплины. Николета Сологор – будущий преподаватель начальных классов. Но какой солдат не мечтает стать генералом, а учитель – директором школы? Я должна следить за учебным процессом, чтобы посмотреть, все ли есть на своих местах, или по какой причине они отсутствуют. Также по хозяйственной работе у нас третий кабинет нуждается в ремонте, над этим тоже нужно немного поработать. Эти ребята уже были на практике, имеют представление о методике преподавания тех или иных предметов. Русский язык у первого курса сегодня ведет Ирина Корниенко. Хвалит своих студентов, потому что они легко усваивают новую тему. Я им преподавала тему «Орфоэпические нормы», то есть они изучали, что такое орфоэпия, правописание слов, также различные нормы. Такой опыт мне пригодится в будущем, поскольку я планирую идти по своей профессии и преподавать в начальных классах. То есть этот опыт для меня действительно очень важен. Екатерина хочет быть воспитателем детского сада, а значит ритмика и хореография тоже по расписанию. Она руководит процессом постановки. На сцене репетиция танцевального номера «В мире сказок». Впереди онлайн-конкурс вместе со студентами из Подмосковья и Беларуси. Такой опыт мне пригодится в моей профессиональной деятельности, так как я буду знать, как грамотно располагаться данной информацией и организовывать такого рода мероприятия и вообще заниматься организацией детей и подготовки к их выступлениям или к другим различным мероприятиям. Развивать их творческие способности и танцевальные. Ирина Китаева 19 лет назад сама закончила этот колледж. Говорит, что понять всю сложность преподавания можно, только побывав в роли дублера. Основная цель – это, конечно же, развитие общих и профессиональных компетенций. Конечно же, есть обучающиеся, которые очень способны, но при всем при этом у них низкая самооценка, они не уверены в себе. И вот такие моменты, такие мероприятия дают возможность поверить в себя, почувствовать себя в этой роли. Может быть, помечтать в будущем, например, стать директором школы или завучем. Через длинный путь к гордому званию учитель проходят и такие мероприятия. Их цель – набраться опыта и знаний. А главное – не свернуть с дороги.